всем добрый день канал gt класс с вами андрей щетников и у этого ролика такое немножко странное название потому что он относится и к физике и к тому как мы размышляем а возник он из вопроса который задала и не на геннадьевна одна из подписчиков нашего канала она работает в школе учителем математики а также и приходится вести и физику и поэтому она смотрит наши ролики и консультируется и правильно делает а вопрос касался задачки про равноускоренные движения задачка формулируется так ну пусть какой-то там вася мы его назовем стоит на платформе железнодорожной и мимо него разгоняется поезд и вот он засекает часы обнаруживает что какой-то вагон проходит мимо него за полторы секунды а следующий вагон уже движется быстрее поезд разгоняется равноускоренно и вагон следующий проходит за одну секунду мимо него и спрашивается а с каким ускорением движется поезд если еще известно что длина каждого вагона составляет 12 метров и при этом единая геннадьевна сказала что вообще-то она знает как эту задачку решать по формулам но вот как ее решить без формулы без формул через средние скорости задала такой вопрос ну и вот в этом месте появляется так сказать то что там в название ролика обозначена инерции мышления потому что в нас так впечатали эти формулы когда мы проходили физику в школе что все равно ты сразу начинаешь вспоминать от чего там какие формулы равноускоренного движения сравняется от и квадрат пополам и еще чего-нибудь всю эту весь комплект и как это все можно применить и чего-то и даже написал и даже каким-то образом задачку решил но она спрашивала при этом как через средние скорости расчет произвести а я ведь так и не ответил сначала средние скорости мы сразу можем посчитать правда значит когда вагон идет за полторы секунды то его средняя скорость на этом интервале времени 12 делить на полторы 8 метров в секунду ну а на следующем интервале времени понятно 12 метров в секунду и как через средние скорости посчитать ну а вот сейчас пошел после работы прогуляться шел по берегу реки и вдруг понял какие сложности я пытался тоже с формулами наворочить хотя не надо писать никаких формул а надо просто подумать но вот инерция мышления это наши формулы этой верики которые у нас висят на ногах и не дают нам свободно посмотреть на условия и решите задачку на пальцах это как бы не со мной одним происходит происходит мне кажется вообще со всеми в этом смысле вот мы все повязаны и действуем механически вместо того чтобы иногда действовать более свободно ну смотрите первое действие мы уже сделали средние скорости нашли но задача вообще в три действия решается на пальцах но надо сделать третье действие а не второе а третье действие состоит том что надо сказать себе а что такое ускорение нам ускорение надо найти да а что вообще ускорение давайте здесь напишем для равноускоренного но вообще это предел да ну для многие ускоренты движения даже пределы писать не надо надо написать что это изменение скорости делить на изменение времени но вот скорость которая стоит вот здесь формуле это мгновенная скорость вот в чем дело То есть здесь мы нашли средние скорости, а ускорение мы находим как изменение мгновенной скорости за некоторое время. И теперь нужно сделать второй шаг, который свяжет между собой первый и третий. А второй шаг это так называемая теорема о средней скорости равноускоренного движения, которое говорит нам, что если тело движется равноускоренно, то и вот у нас есть, например, интервал времени полторы секунды, то ровно посредине этого интервала мгновенная скорость вот в этот момент времени была равна средней скорости на этом интервале времени. Значит вот в этот момент времени мгновенная скорость тоже 8 метров в секунду. А вот в этот момент времени, значит секунду делим пополам, мгновенная скорость тоже равна средней, то есть она тоже составляет 12 метров в секунду. И значит мы можем теперь сделать третий шаг, потому что изменение мгновенных скоростей от вот этого момента времени до вот этого составило, 8 было 12 стало, 4 метра в секунду. Это у нас значит четверка в числителе, но я опущу уже метры в секунду, не буду писать недалеко. А теперь надо, за какое время произошло это изменение мгновенных скоростей? От вот этой точки до вот этой, ну весь отрезок вот этот, 2,5 секунды, а вот это как раз ровно его половина, значит 1,25. Ну лучше я напишу вот так вот, 5 четвертых, мелко правда пишу. 4 поделить на 5 четвертых, это все равно что 4 умножить на 4 пятых, 16 пятых, то есть 3 целых и 1 пятая. Значит пишем ответ, что ускорение равняется 3 целых, ну 1 пятая, 2 десятых метра в секунду и за секунду. Собственно говоря, задачу мы решили, а теперь можно еще раз на ситуацию посмотреть. Если умеешь пользоваться таким инструментом, как теорема о средней скорости равноускоренного движения, то все становится просто, как бы вот, никаких сложностей, никаких формул, все здесь можно на пальцах сделать. Теорему эту, между прочим, знал еще, сформулировал Николай Арым в 1300, ну в общем середине 14 века, так скажем, еще за несколько столетий до Галилея, а Галилей потом ей воспользовался, когда физика нового времени началась. Так что вот таким инструментом, если мы пользуемся, если мы понимаем, в чем смысл задачи, то очень многое можно и без формул сделать, а через подумать. Ну и я думаю, что это касается не только этой задачки, а очень многих разных ситуаций. Так что желаю иногда себе самому и вам тоже остановиться и подумать, а потом понять, как можно сделать просто. Наверное, вот я еще что попрошу. Вот кто считает, что это полезно для него оказалось, то, что я сейчас рассказал, ну может быть про физику, а может быть про то, как мы думаем, поставьте лайк, пожалуйста. А кто считает, что это без пользы и потраченное время, с таким же успехом дизлайк поставьте. Как бы вот не ролик будем там хвалить это самое или ругать, а вот пользу от того, что рассказано, просто любопытно посмотреть. И спасибо вам за внимание.